так 8 мая 2024 год уже спать собирался но на свою беду только вчера говорил видео делал запись про то что никакой харьков не возьмут не паникуйте и сейчас блин ложился спать решил послушать наткнулся смотрю харьков возьмут харьков и смотрю что человек этот который все это рассказывает я почему обратил внимание у меня офицер был сейчас уже демобилизовался так он мне когда-то говорю послушают как твое мнение как вот этот человек его послушал один раз там и сказал что это какой-то такой засланный казачок так вот я сейчас слушая просто меня подбросила на этой кровати понимаете человек просто говорит о том что харьков захватят кабами закидают разнесут всю линию фронта захватят квадратные километры харьковской области объявят там хнр какую-то и после этого блин начнут диктовать свои слова что были во первых были покупанском сейчас уже там есть часть харьковской области захвачена что мешает сейчас это сделать я не понимаю зачем для этого обязательно blackout он там какой-то по всей стране а потом кабы понимаете полутора тысячными кабами дарит испытали сейчас закидать по ты представляешь и такой полутора тысяч не кап они есть но для того чтобы закинуть на какое-то более-менее далекое расстояние ну как-то разогнаться там и вообще к линии фронта подойти хорошо да чтобы обесточить всю страну были ядерными зарядами говорит ядерными зарядами аэродромы f16 разнесут боже мой люди зачем вы слушаете причем чудак ну явно нахватаны такой по информации там с одной то есть он понимает там про китай что-то говорит но он врет целенаправленно но я представляю какое-то же жуткое впечатление производят на людей это поднера таких наслушивается львовянин какой-то кстати по-русски говорит все нормально так я понимаю люди такого наслушаются и прыгают в кису переплывать все пропало шеф гипс снимают ну это явный какой-то типок я не знаю если такие люди выступают по телевидению где-то это же вредители откровенные мне говорят что ты там что-то много оптимизма даешь не это самое так ну пессимизма всем хватает в том смысле что все же знает о том что убивает я же говорю убивают там солдат убивает гражданских россияне у нас кроме того там блин города сносят с лица земли стирают это все знать но я не думал что есть какие-то такие цепсошник или я не знаю как их назвать просто но это просто откровенные блин засланцы откровенные вредители которые просто целенаправленно используя свой хорошо подвешенный язык и владение там информацией которые они ну жонглируют они жонглируют этим какое ядерное оружие чем ты ты ствольной артиллерии собираешься аэродромы для f16 под львовом условно говоря там или в закарпатье ствольная артиллерия это какая у нас такая вот нам сейчас немцы 100 километровую пушку собирается давать да на 100 километров экспериментально это немцы только сейчас пытаются здесь ты хочешь сказать у россиян такая пушка есть они лаптями нас будут забрасывать с какашками сами как в кокошники блин будут говно скоро уже засовывать и на гаражах и на колесиках едина уже атакуют нас пушками блин капец народ не верьте пожалуйста вот этим паникерам которые вам рассказывать что все и не надо стрелять по крымскому мосту тому его не перевозят там никакое оружие вот это такое цепсо и нас типа придуешь что блин чего блин я не знаю надо как-то еще раз повторю я просто жар я послушаю потом блин как-то в себя приду потому что не смог после дежурства начну а понимаете то есть это просто шок и это же я говорю мне этого человека посоветовал послушать мой офицер прямо ему начали сейчас он держал он демобилизовался же сейчас ну то есть это же производит впечатление на людей даже на офицеров очевидно ладно я там сержант не досплю сейчас чуть-чуть перри а это избытка эмоций все а так это же на людей действительно справляет такое вражение что вот чуть-чуть чуть-чуть и все и нам уже хана не слушайте ну я не знаю то есть как-то я думал что это априори у людей какой-то цен стоит с другой стороны а как же вам фильтровать да как знать где правда где неправда шоу что гражданский человек знают про кабы что такое что трехтонный кап может поднять только стратегический самолет который мог 19 апреля на день рождения полемяша сбили украина первый раз за всю историю остальному просто не поднимешь этот трехтонный кап что у них вот этот в белгороде две бомбы от давеча упала то есть они ее не донесли и это не трехтонники были там а там я не знаю 500 килограммов или какие там у них это уже из под брюшья высыпается не паникуйте народ вот просто даже не надо тут говорить слушайте не слушайте просто посмотрите что происходит по нам помогает вся сейчас европа там и западный мир и все россия говорит мы будем бить мы будем ядерное оружие тренироваться ну тренируйтесь надеюсь что блин нафиг половина из-за того что будете тренироваться взорвется там же у вас сразу как эти бомбы блин нафиг кабаски короче украинцы не паникуйте все будет украина я пошел спать обратно Продолжение следует...